Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня замечательный день. Понедельник, 6 марта. Ольга Продлакова и Александр Меженны здесь, в студии «Хорошего настроения». И мы хотим вам прямо сейчас сообщить, что 2017 год объявлен Годом культуры Беларуси на Сардинии. А это значит, что на протяжении всех 12 месяцев в этом регионе будут проходить самые разные события с участием наших соотечественников. В связи с этим мы рады представить вам наших дорогих гостей. Итак, встречайте. Джузеппе Карбони, почетный консул Республики Беларусь в регион Сардинии. Доброе утро. И Марко Секи, представитель Президиума автономного региона Сардиния. Доброе утро. Доброе утро. Бонджорно. Приступим к вопросам. У нас их много. По традиции в Минске также пройдет ряд мероприятий, посвященных Дням культуры итальянского региона. Буквально только что прошли дни образования и науки Сардинии в Беларуси. Что об этих днях можно рассказать? Я думаю, что очень важно углубить наше сотрудничество в области образования и науки. Потому что это основание, чтобы расширять наши отношения в отрасли экономики. Потому что без хорошего образования, без хорошего научного исследования трудно развиваться в других отраслях сотрудничества, как экономика. А ожидается обмен студентами, коль это образовательные процессы или педагогическим составом, возможно, между вузами? Вы знаете, уже существует несколько договоров со сотрудничеством между университетами города Кальяри и несколько белорусских вузов. В этом году сейчас в рамках этих мероприятий, которые проходят в этой дни в Беларуси, будут подписаны другие договоры. Потом в рамках проекта «Эрансмус Пласс» будет возможно получить финансирование. Есть тоже специальные программы, например, где предусмотрены стипендии для аспирантура в Кальяри, где могут участвовать тоже белорусские студенты. В эти дни в Этносардене есть очень престижный конкурс на стартап, инновативный. Выиграл первая премия, проект, где участвуют тоже студенты из Беларуси. Поэтому уже можно это очень приятно сообщить. У меня есть один знакомый студент, который учился в Беларуси, зовут его Джузеппе, он из Сардинии. Но это, к сожалению, не такой молодой, чтобы назвать его студентом. Джузеппе окончил технический и коммерческий институт Леонардо да Винчи в своем родном городе. Потом еще вы учились в Москве и Минске. У нас окончили Белорусский государственный экономический университет. Нархоз. Нархоз, да, в вопросах культуры разбираетесь, ну, в буквальном смысле не хуже профессионала. Это что такое самообразование, такая тяга к науке, к прекрасному, хочется все узнать, все познать? Я думаю, что для любого человека не только учиться дома, но потом иметь возможность познакомиться с другими культурами. И жить как местные люди. Я жил, например, на улице Ванеева, вообще жить в БГУ. А сколько, кстати, лет вы в Беларуси? Три. Три года. И для меня это уже, можно сказать, что Беларусь – это моя вторая родина. Я, честно говоря, когда пришел сюда, это как дома. Но, тем не менее, вы 10 лет являетесь почетным консулом. Как вы оцениваете эти 10 лет? Что в Беларуси, в первую очередь, вам импонирует? Ну, а над чем стоит поработать в наших взаимоотношениях? Я думаю, что самое главное, почему есть крепкая связь между Сардинией и Беларусью, я думаю, что наши народы очень похожи. Я часто, когда провожу делегации в Сардинии, здесь я всегда спокойный, потому что люди вернутся обратно с энтузиазма. Думаю, что сардинцы и Беларусь похожи на это. Можно, потому что мы далеки, но есть кто-то, который похож. Если Сардиния – это мост между севером и юг, Беларусь – это мост между западом и востоком. Поэтому что-то есть, который похож. Поэтому, наверное, из-за этого мы знаем, что мы беларусь, мы сардинцы, но мы тоже готовы со всеми дружиться, потому что это невозможно иначе. Так как год Беларуси на Сардинии – 2017 год начался уже два месяца назад, соответственно, за эти несколько месяцев уже прошли какие-то мероприятия. Расскажите, пожалуйста, о них. 2017 год – это не только год беларусской культуры на Сардинии. Это важный этап в развитии дипломатических отношений между Италией и Беларусью. Вот уже 25 лет наши страны сотрудничают, и мы принимаем беларусских детей на оздоровление. Это очень важно для нас. В ближайшее время в рамках Года культуры будет организован ряд мероприятий и на Сардинии, и в Минске. Например, недавно прошли Дни образования и науки Сардинии в Республике Беларусь. Сюда прибыли делегации очень высокого ранга. Также наши специалисты различных отраслей – от агропромышленности до туризма. В апреле мы будем участвовать в туристической ярмарке в Минске, где будут присутствовать наши крупнейшие представители в области туризма. Также мы принимаем участие в кинофестивале в Беларуси, где вашему вниманию будет представлен новый фильм, произведенный при поддержке региона Сардиния, который в этом году получил самую престижную премию Академии итальянского кино – «Давид Ди Донателло». Это большая честь для нас – представлять наше искусство в Беларуси. Кроме этого, есть возможность ближе познакомиться с нашими кулинарными традициями на неделе итальянской кухни в Минске. А вот скажите как раз-таки про блюда, традиционное сардинское блюдо – это что такое? Кухня в Сардинии весьма разнообразна. Это и рыбные, и мясные блюда. Но особенно я бы хотел отметить типичных два блюда. Во-первых, наши макароны, которые называются малори. Они имеют определенную форму и готовятся по специальному рецепту, который можно найти только у нас. А во-вторых, это эксклюзивные сладости на основе миндаля и диких трав. Это настоящее искусство. Между прочим, мы будем специально проводить дегустацию в рамках выставки туризма. Так что будет возможность попробовать. Как вы оцениваете марку белорусскую кухню? Удалось ли что-то попробовать? Может быть, есть тоже любимое белорусское блюдо? Мне очень нравится белорусская кухня. И особенно то, что она очень простая. Я имею в виду натуральная, с использованием продуктов, выращенных в естественных условиях. Это ценится и на Сардинии. Мы очень стремимся к здоровому питанию. Поэтому белорусскую кухню я оцениваю очень положительно. Год культуры Беларуси на Сардинии начался прекрасно, только с положительных эмоций. Мы уверены, что он точно так же и пройдет этот год. Мы благодарим наших замечательных гостей, которые нашли время заглянуть к нам на огонек. Я напомню, в студии «Хорошего настроения» были почетный консул Беларуси в регионе Сардиния Джузеппе Карбони и представитель Президиума автономного региона Сардиния Марко Секи. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня и хорошего года культуры. Большое вам спасибо. Я хочу использовать время случай, чтобы тоже поздравить все женщины из Беларуси, из Италии с наступающим праздником. От имени все итальянские мужчины хочу поздравить все женщины из Беларуси с наступающим праздником. Праздник Международный день женщин. Потому что я думаю, что для всех, для мужчин из Беларуси тоже, ваше присутствие – это самая главная цель нашей жизни. Потому что без вас мы не могли бежать. Поэтому поздравляю и желаю всего успеха, любви, счастья, чтобы исполняли все, что вы желаете. Праздник Международный день. Спасибо за поздравление, за беседу утреннюю. Мы идем провожать гостей, а с вами увидимся буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова